Итак, дорогие коллеги, наш следующий доклад Всеволод Алексеевич Поцелуев из Высшей школы экономики и выступит за докладом «Явление союза Клаус на материале казымского диалекта хантыйского языка». Пожалуйста, Вам слово. Добрый день всем. Действительно, мой доклад посвящен союзу Клаус в казымском диалекте хантыйского языка. Хантыйский язык относится к уральской семье Финоугорской, Верховской, 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 Верховской группе вместе с Мансийским. Хантыйский диалект традиционно делится на два диалектных массива — северный и восточный. Критерий для такого разделения — это то, как проявляется прохантыйский К. В северных диалектах, например, ханты — это ханты, а в восточных — ну, что-то вроде канты, я плохо знаю, восточный. В этом докладе обсуждается северный диалектный массив. Данные казымского диалекта были собраны в ходе экспедиции высшей школы экономики в село Казым в 19-20-м годах. Естественно, в 20-м году мы никуда не ездили, вопросы происходили онлайн. Тегинские данные, которые приводятся в докладе, приводятся по работе М. А. Холодиловой, Тиж-12, Абдорский диалект по работам Иоан Николаевой. Для начала, синтенциальный актант — это клауза, которая занимает позицию актантопредиката. Как вот в предложении 1b, Вася начал убежать. Убежать — это зависимая клауза, актантная. Вася начал за век, за век — это не клауза по формальным критериям. В антейском есть 3 типа синтенциальных актантов. Это номинализация с именной вершиной Вярдела. Некоторые формы, которые мы называем герундием, которые согласуются с собственным субъектом. Вярная именализация тоже с собственным субъектом согласуется. И инфинитив, инфинитная форма, которая не согласуется с собственным субъектом. Собственно, хотя, да, ладно. И вот употребление этих типов синтенциальных актантов соотносится с иерархией из Кристофара. С фазовыми и модальными глаголами используется инфинитив. Также он используется с манипулятивными глаголами. Типа «велеть», «попросить». С глаголами перцепции ментальными глаголами используются герунди. А также с предикатами отношения к зависимой пропозиции. С локутивными глаголами используются как герунди, так и, собственно, инфинитные клаузы. Получается, это прямая речь. Вот. Сеус-клауз, естественно, раньше исследовался довольно активно. Это явление, при котором матричный предикат и зависимый клауз демонстрируют некоторые свойства моноклоузальности. Здесь может быть противоречие, как бы, что, как бы, две клаузы ведут себя как одна, почему это не одна, но скорее стоит говорить, что они выглядят как две, но ведут в некоторой степени себя как одна. Ну, мы бы ожидали, что их две, но это не совсем так. Вот. Традиционно к этому явлению приводится такой французский пример, где в тринадцать он заставляет мальчиков бежать вот к каузируемый участник, так сказать, выражен в линительном падеже, насколько это позволяет французский язык. А в четырнадцатом примере он даст своей подруге съесть пирог. Каузируемый участник выражается в как непрямой объект и это как бы свидетельство того, что два акузатива не могут находиться в этом предложении и, собственно, это ограничение на два акузатива в одной клаузе. Вот. Цель работы моей была показать, есть ли явление такого рода в казымском диалекте хантыйского языка. Вот. Для ханты страшное предложение я писал. В хантыйском языке мы исследовали возможность прозрачного согласования, длинного пассива и подъема привербов. Рассмотрим, что это такое. Прозрачное согласование это явление, при котором контролер и мишень согласования находятся в разных клаузах. Вот, например, цельский пример. в 15а мы видим, что матричный глагол согласуется по классу с зависимой клаузой, в 15b согласуется с абсолютным аргументом этой зависимой клаузы. При длинном пассиве матричный глагол получает морфологические показатели пассива, если они есть, и вместе с тем прямое дополнение зависимой клаузы поднимается в позицию субъекта матричной клаузы и получает номинативное оформление. Например, в немецком можно составить такое предложение. Кто-то попытался починить башню. Вот башня в мнительном падеже, а собственно все морфологии указывают на то, что это пассив. Вот. Подъем приверба это частный случай такого явления, как подъем критики. При такого рода подъеме критика семантически относится к элементу зависимой предикации, в то время как линейн находится в главной клаузе. Здесь следует пояснить, что такое приверб. Приверб это некоторый предуговольный элемент, который исторически был направительным наречием, но немножко потерял свое значение, закрепился вот в этой предглагольной позиции и не очень хорошо отделяется от глагола. Есть ограниченный список элементов, которые могут туда попасть. Вот. Пример подъема критики стандартного из итальянского в итальянском глаголы типа «хотеть Волера» позволяют подъем критики из-за висимого инфинитива, как в 15-е, а глаголы типа «решить» не позволяют. Что в хантыйских диалектах уже наблюдалось, это в тегенском диалекте было замечено прозрачное согласование. Мы видим, что глагол согласуется с зависимым прямым дополнением. Показатель 1sgpo показывает, что глагол согласуется не только с «я», но и с ведрами. Также там длинный пассив есть. Ну да, вот глагол по числу три пола согласуется с детьми, которые тоже во множественном числе. Также в тегенском диалекте есть подъем при верба. Ладно, здесь должно было быть два примера, простите. Он там есть, в работе он точно был. Так, в обнорском диалекте тоже есть эти же самые явления. Прозрачное согласование, длинный пассив и подъем при верба. Да, вот здесь подъем при верба лучше проиллюстрирован, потому что мы бы ожидали при вербе перед вот этим глаголом со значением кэри видимо нести, но он линейно находится перед помочь. Вот. Я рассматривал наличие этих явлений в конструкциях с модальными аспектуальными глаголами, бессубектными каузативами, глаголом идти, импликативным забыть. Я выбрал эти группы глаголов, потому что в работе в Урмран 1998 они чаще других участвовали в аналогичных конструкциях. Спасибо. Вот. Следует пояснить, что такое ампликативное забытие бессубъектные каузативы. Бессубъектные каузативы это такие конструкции с каузативным глаголом, в которых субъект зависимого инфинитива не выражен в матричной каузе. Допустим, Петя разрешает читать свои книги, если по-русски. Импликативное забыть это то забыть, которое берет инфинитивное зависимое импликативность это явление, при котором истинность зависимой пропозиции зависит от истинности главной пропозиции. Петя забыл полить цветы, значит, что Петя не полил цветы. Если мы добавим отрицание в матричную каузу, Петя не забыл полить цветы, то истинность зависимой пропозиции поменяется ровно наоборот, отражается, что он полил цветы. Вот. В казынском диалекте прозрачное согласование возможно для глаголов Петя стать, Ольни ты начать, Юрем ты забыть и учи ты собираться. Вот. Примеры на начать и собираться. Все честно, показатель 1СГ в НСГ мы точно знаем, что матричный глагол согласуется не с инфинитивом, а именно с зависимым аргументом. Естественно, по не единственному числу. Из-за показателя не единственного числа. Вот. Для фазовых глаголов с значением прекратить и закончить прозрачное согласование невозможно. Хотя очень бы хотелось, так как с глаголами начинания оно есть. Для модальных глаголов эти явления довольно плохо проявляются. По просеке это скорее процентик, при этом очень низкий процентик, который разрешает. глаголы помочь велеть и разрешить для есть. У нас есть такие глаголы. У них есть как бы две модели управления с дативом и с оккузативом на бенефицианте. Не очень понятно является ли это действительно двумя моделями управления или оккузатив получается из-за применения операции пермутатива поднимающего бенефицианта до прямого объекта в матричной клаузе. Это наверное надо будет потом как-нибудь отдельно исследовать. Я не про это здесь. Вот. Один из информантов разрешает примеры такого вида, где при дативном бенефицианте глагол согласуется с зависимым прямым дополнением. Естественно как он не единственный информант остальные не разрешают. И бессубъектные казативы ведут себя так же как эти глаголы тем более что как я понимаю эти глаголы совпадают сами по себе различаются только их синтаксис. Вот. И так как они ведут так же мне кажется что здесь просто опускается вот этот бенефициант он просто не произносится но он есть потому что приемлемость абсолютно такая же у каждого информанта совпадает суждения. С остальными рассматриваемыми глаголами тоже либо нельзя либо либо плохо. Вот. Длинный пассив тоже возможен с глаголами с значениями стать начинать спасибо невозможен с глаголами заканчивать заканчивание и возможен с глаголами забыть намереваться остальные матричные глаголы ну как и с длинным согласованием блокируют длинный пассив. та группа глаголов каузативных которые обсуждали обсуждалось ранее не дает ожидаемого прочтения при котором бы прямой объект поднимался прямо из зависимой клаузы в позицию субъекта. вместо этого информанты предполагают что этот участник является поднятым бенефициантом. Примеры. Так с подъемом приверба оказалось все проще подъема приверба у нас нет либо он у меня не получился но я смотрел разные порядки слов и я в этом достаточно сильно уверен прямо сейчас вот у меня получилась вот такая таблица что у нас есть 4 глагола матричных допускающих союз клауз и все остальные либо совсем не могут либо как-то маргинально допускают очевидно нужно опрашивать больше информантов когда нас выпустят из городов вот не очень понятно почему именно эти глаголы разрешают каким-то объяснением могла бы быть импликативность потому что забыть импликативное глаголы начинания ну в некоторой степени импликативное если Петя начал поливать цветы то он по крайней мере что-то для этого и сделал но это объяснение не очень хорошее потому что тогда непонятно как объяснить глаголы заканчивания которые ведутся ну примерно так же как и глагол начинания и глагол выучит и собираться который как бы и сам по себе не импликативный и его значение каким-то образом очень сильно пересекается с глаголами шансаты хотеть и артыш тоже собираться ощущение что разница в них между ними в основном синтаксическая вот поэтому пока приходится придерживаться гипотеза что набор этих глаголов более-менее случайен вот для меня было неожиданно что вопреки предсказаниями предсказанию ворумбранд модальные глаголы у нас не являются в полной мере реструкчеринг глаголами у них невозможен союз ну не очень хорошо допускают союз клаус или вообще не допускают так вернее возможно это как связано с информационной структурой потому что до получивших работающих теста длинный пассив и длинное согласование завязано на информационной структуре это прямое дополнение должно занимать какую-то топикальную позицию если есть время могу немножко сырости добавить в это все я пока придерживаюсь идеи что рассмотрены матричные предикаты берут випи комплимент по ну да формальном русле естественно я чуть-чуть переплыл и это немножко подтверждается тем что инфинитивы как кажется не могут модифицироваться наречиями ориентированными на агенса вот как пример 41 информанты интерпретируют его как Петя специально забыл ударить Васю вот для них это естественно отвратительное предложение но чтобы она стала лучше достаточно добавить там может быть этим может быть специально ударил Васю и тогда получится некоторое ироничное прочтение вот а глагол например шах шах ате спокойно допускает наречие но данные сыры будут дальше прорабатываться цель доклада была показать если у нас совесклаус и где он есть цель была выполнена совесклаус есть найдены четыре глагола выборка должна дальше тоже расширяться и это все благодарим благодарим вас все в идеально уложились во время дорогие коллеги есть ли вопросы ну я написал про себя начну тогда если хорошо конечно вот у меня значит один вопрос такой насчет подъема приверба вот вообще насчет этого теста там где он происходит вот насколько это именно подъем собственно приверба или это просто приверб такой который ну так скажем менее грамматикализован или у него там какое-то наречие амонимичное есть да эта штука может в принципе плавать по предложению то есть ну пытались ли вы как-то думать об этом может быть разные привербы пробовали проверять на этот тест да с разной грамматикализацией сейчас причем здесь амонимичное наречие не очень понятно потому что ну если это амонимичное наречие то оно ведет себя как наречие а привербы немножко семантически выветренны да да ну просто у Николаева там был вот пример с Ким да может быть это как бы у нее это получилось потому что этот Ким как бы не совсем приверб такой хороший грамматикализованный там в Абдорск вполне возможно я еще видел у Николаевой что она пишет что привербы достаточно хорошо двигаются я скорее склонен считать что наши привербы плохо двигаются ее хорошо но другой диалект и все такое сопутствует грамматикализованно не двигаются но в общем можно куда-то подумать в эту сторону мне кажется вот потом еще такой вопрос про формулу на М можете пояснить а почему вы называете герундием потому что это слово почти не имеет никакого смысла и нам нужно было короткое название для работы ну понятно но лучше мне кажется посмотреть как это в литературе все-таки называется как бы или просто хотя бы форма на М люди не путают да вот и ремарка маленькая насчет ваших примеров вот с глаголом там помочь еще каким-то где альтернация дативного участника да или прямого объекта но я подозревал что здесь просто те же самые игры с информационной структурой которые в обско-угорских языках при детрансвитивных глаголах при всех происходит но про это очень много писали там и Шипац и Скрипник и Виртанин и там Николаев наверное какие-то примеры есть ну просто посмотрите туда мне кажется и может быть это вам объяснит то что у вас происходит я все если что спасибо спасибо большое спасибо спасибо Егор есть ли еще вопросы коллеги но у меня еще ремарка может быть тогда по мелочи совсем если все равно время есть да Егор конечно да там тегинский диалект фигурировал в презентации такое номинование это конечно никакой не отдельный диалект это еще говор который считается промежуточным между Казымским и Шурышковским ну это очень ты знаешь не диалект но говор это тут но просто по традиционным классификациям это так когда там специалисты по хантыйскому начинают рецензировать статьи где тегинский диалект они там плеваться начинают на это ну то есть это просто устоявшиеся устоявшиеся терминологии именно в уралистике да ну в хантыведении в хантыведении хорошо да ладно можно если сейчас есть время я такой есть конечно дискуссионно только раз уж нашла речь про эту форму на М хотелось бы судить а какие альтернативные варианты если сходу есть можно предложить название ну просто форма на М так конечно можно компромиссно ну можно да но я понимаю что это идеально ну как бы это исходно диахронические причастия да то есть в традиционных классификациях это чаще называется причастие прошедшего времени да как перфективное причастие такое но тоже найти можно вот там вопрос возникает что делать с эвиденциальными употреблениями да когда у них дистрибуция финитного глагола фактически там ну кто-то насколько я понимаю предпочитает просто гласировать как причастие да вот сохраняет единую функцию кто-то заводит отдельное там обозначение ну или там латентив как Николаева да или там эвиденциальная форма эмиратив там что-то вот именно для этого класса но при этом у тебя один и тот же показатель будет получать два две разные глоссы да получается получается да что две разные глоссы но у него но у него разная как бы дистрибуция там этих форм получается в разных функциях и морфологически наверное возможности разные потому что когда он вот в причастной функции да он может навесить possesive он может навесить там локативный показатель еще в некоторых контекстах а когда он в индуциальной функции у него дистрибуция финитного глагола нормального и ну локатива например на нем уже быть не может да там только possesive показатель который ну в роли лично-числовых в этом случае ага понятно ну это не знаю кому как конечно мне не очень нравится когда один и тот же показатель гласируется двумя разными но в общем спасибо спасибо Югорь